Кстати, в Армении уже очень положительно относятся, вот, кстати, очень положительно относятся к движениям в сторону Турции, очень положительно, ну, то есть, скажем так, не в восторге людей, но не отрицательно, вот правильное слово, да, не отрицательно, да, то есть, если будет хорошо, да, пускай будет, вот так, понимаете? Да, в Турции Петрович говорит, в Турции армяне богатые, очень богатые, Петрович Антонович, знаешь, я в Турции, я не встречал армянина, местного армянина на какой-то черной работе, ну, как черной, ну, я, когда говорю черную работу, я свою работу тоже черную работаю, ну, то есть, на работе без интеллекта, скажем так, да, ну, на таких делах, на такси, таксистов я не встречал, не встречал никогда, на вот этих производствах никогда никого не видел, в маркете никогда никого не видел, чтобы они стояли там, что-то продавали, всех видел, да, все, все нации видел, Все эти люди, о чем я говорил, все эти люди, они работают на всех работах, в возможных работах. А вот армян на таких работах не встретите никогда. Они все бизнесмены, у них свои дела, они все интеллигенты, они учителя, допустим, учителя пения, учителя танца, вот смотрите, чем занимаются армяне, да, состоятельные. Врачи, политики, бизнесмены крупные, журналисты, да. Вот это возможности, которые Стамбул дает армянам. И я, будучи армянин, я ревнив, ребята, я очень ревнив. Если я армянин, я вижу, как армяне живут в Стамбуле, я тоже хочу, чтобы у армян, у всех была возможность вот так жить в, как бы, знаете, как, в вот таких отношениях с турками, если это возможно, да. Но я вижу, что это возможно. Вот что я хочу. Я для себя тоже это хочу, понимаете. Правильно поймите меня. Я не хочу, чтобы, ну да, конечно, каждый хочет, да, там, достичь каких-то высот, но я имею в виду, что я хочу, чтобы и у армян тоже, у армян и Армении тоже была возможность вот общаться и добиваться, допустим, в Армении, допустим, тех же высот, что эти добились в Турции, в сотрудничестве с Турцией, потому что с Турцией можно так сотрудничать, друзья, а так можно сотрудничать, ну меня бизнесмены поймут. Я не понимаю, почему бизнесмены до сих пор молчат, почему никто не топает ногами, никто никого не торопит. Друзья, этот бизнес, он должен, он должен это все взорвать, понимаете, он должен все это искоренить, да, только бизнес. Я говорю, почему они спят, я не понимаю, ну пускай спят, кто-то вместо них сделает. Знаете, если бизнес начнет работать, вот как только бизнес начнет работать, все остальное все исчезнет. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!